Опасаться нечего. По словам Алексея Частова, ряд серьезных опасных заболеваний животных под контролем. Принятые вовремя меры позволили не допустить завоза экзотических болезней, таких как вирус Шалленберга или Блю Танк. В другие регионы они пришли из Европы. Особое распространение вируса получили в Сибири. Там заражен крупный рогатый скот в 450 населенных пунктах. Способ лечения этих болезней специалистами до сих пор не найдены. Однако карантин позволил не допустить распространения их в нашем регионе. Также побороли и уже ставший традиционным вирус африканской чумы свиней. Против него также нет вакцины. Единственный способ – сжигать зараженное поголовье. Как, например, поступили в южных регионах, где вирусом были поражены десятки и даже сотни тысяч голов. Экономически десятки миллиардов рублей. Это прямые убытки и непрямые убытки. Вот то, что у нас здесь касалось нашей Самойловки, там три с половиной миллиона рублей. Мы за двое суток локализовали очаг. То есть вот там было два села, к счастью, там был не такой большой поголовье, там около 300 голов свиней всего лишь было. То есть это поголовье было уничтожено по правилам и распространить дальнейшего не получилось. Мы выиграли в скорости. Быстро принималось решение, быстро принималось решение, быстро компенсация и так далее. Кроме того, ветеринары продолжают бороться с теми заболеваниями, для которых вакцины есть. Например, бруцеллез или бешенство. Последний из всех оказался самым стойким. Это связано с тем, что инфицированные дикие животные появляются в населенных пунктах, где распространяют бациллу среди домашних. Может заразиться и человек. Специалисты предупреждают, если дикое животное вас не боится, значит в 99% случаев оно больное и его нужно остерегаться.